всем привет это третья часть видео по подготовке nissan patrol к автоспорту в тех частях мы занимались рамой восстанавливали кузов такие заплатки появились тут также установили заднюю лебедку там на месте уже все отлично ничего не задевает сейчас будем устанавливать переднюю лебедку каркас безопасности заниматься топливным баком вот оно место для бака между лебедкой и вот этой балкой в общем еще много работы так что начнем коты ходят кекс и был помощники наш и с какой стороны держится еще подожми ты далеко его поставил не не это пока не надо лебедку давай там еще перемычка имею ввиду стол под лебедку готов все отлично подошло смогли засунуть ее в базу чтобы она не торчала немножко доработать но в основном все нормально теперь будем заниматься бампером затем каркасом безопасности ты пока что их приблизительно ставишь да и выставляем высоту бампер установили вот такой самый простой вариант но получился небольшой свес который мне не очень нравится то есть стол у нас четко стоит бампер выпирает попробуем так поездить первое время если будем упираться то переделать недолго в общем получилось вот так сейчас будем заниматься каркасом безопасности самая такая ответственная работа ну в принципе эти места я усилил здесь будут площадки вываливаться под каркас постараемся сделать не только как положено по регламенту но еще чтобы было все надёжно я думаю пока хватит метку давай не терапись подготовили вот такие площадки для каркаса безопасности центральной дуги и у нас портится погода сейчас закатим машину гараж будем работать там подготовили вот такие дуги для передней части каркаса но они немного больше чем надо уже по месту будет видно как подрезать сейчас установим заднюю дугу и вот займемся этими дугами более-менее выставляем потом по линейке подгоним вот сделали верхнюю перемычку каркас уже появляется сейчас будем делать диагональную вот здесь и потом на главной дуге еще одну диагональную вот здесь и и и и и и сверху хорошо его совести Закончили делать каркас сейчас надо его снять обловить швы там где мы не смогли вместе сделать и покрасить сняли каркас сейчас выкатим автомобиль на улицу и будем его обрабатывать отмывать сначала потом обрабатывать все места где мы делали сварку чтобы ничего не гнило сейчас вы моем схеме и а и и и Вроде даже ровно в окна. Каркас покрашен, сейчас будем заниматься кузовом обрабатывать и готовить его к покраске. По совету нашего товарища Эмиля сделали вот такое усиление стаканов задних, чтобы уже 100% их не выгнуло. Потому что удары сильные по пересченке, лучше их усилить. Ну и также вот эти места, тут у нас была трещина, я ее варил, добавили еще вот такие пластинки. Так что, Эмиль, спасибо за совет, я думаю это очень важные элементы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Загрунтовал места сварки, где я делал такие заплатки. Сейчас надо их покрыть вот этим средством. Это мы выигрывали на соревнованиях в качестве призов. В общем, несколько лет пролежал он, наверное, не испортилось, не знаю, пригодилось в общем. Сейчас снизу все обработаю, здесь тоже все загрунтовал. Ну а поверх уже покрасим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обновили салон. Свет не совсем тот, который мы ожидали. Должен был быть темнее значительно. Ну как-то вот так получилось, в общем. Ну думаю, ничего страшного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вчера успели загрунтовать автомобиль, на улице было плюс 15, а сегодня у нас минус 10. Вот такая погода. Так что несколько дней будем ждать, как потеплеет, будем красить. Ну а пока на улице холодно, я займусь изготовлением бензобака. Подготовил алюминий, нарубил на гильотине. Бак получится на 70 литров, этого достаточно вполне. Гладкого алюминия не было в продаже, поэтому взял такой, рифленый, толщина 3 мм. Вполне достаточно, я думаю. Так что начну собирать бензобак. На данный момент получился вот такой вот ящик, который будет служить топливным баком. Перед тем, как закрывать верхнюю крышку, надо подогнать топливоприемник. Вот так он выглядит некрасиво сверху, но тут все окей. В общем, будет топливоприемник родной Ниссановский. Сейчас мы замеры сделаем и установим его. Закончили делать бензобак. Вот такой он получился. Около 70 литров. Сейчас опрессовали его давлением. Нигде ничего не травит. Все сухо. Сейчас поставим на место. Посмотрим, как он туда подходит. Вот так он выглядит на своем месте. На несколько болтов закрутили пока. Завтра у нас теплый день. И мы будем красить автомобиль. Потому что потом может зима прийти. Ну а бак получился. Вот тут на штатных креплениях. Ну а здесь сделали вот такой вариант. В общем, я думаю, все надежно будет. В общем, я думаю, все надежно будет. Автомобиль покрашен. сегодня теплая погода плюс 14 думаю нормально ничего страшного покраска на улице автомобиль все-таки не городской спортивный поэтому заморачиваться с камерой и платить за это деньги ну нет смысла просто ну а так в принципе получилось нормально ну на этом третью часть я пожалуй закончу видео по постройке нашей машины но в четвертой части уже будет сборка установка двигателя запуск ну и так далее скажем так так что на этом все увидимся в четвертой части всем удачи пока